когда админ пошутил блять я шучу что я чувствую слушать вот принцесса пишет анус скажи анус мне кажется я предлагаю забанить принцессу нахер я изначально был добрый а теперь я просто настолько ленивый что мне лень брать ответственность вообще за любое движение в детстве надо запланировать завтра забанить перепуске какие не знаю какими слушай может вам удалить клан уфы а какой клан уфы что то они спамят и спамят и спамят не понял какой еще раз клан уфы вон там в чате ну сейчас еще раз это по спамят просто это видишь как может быть нечестно по отношению к создателю но он и говорит что передали привет там создателю клану вот мы передадим привет это будет просто последнее что можно будет сделать с этим кланом ну блять привет мы передадим что там хочу спать это черта к чему это все чтобы я этот шоу замену на грандом искать иди давай давай ищи ну блять не сегодня так что мы сегодня не будем розыгрыш что ли делать ну блять часть этих пользователей которые эти картиношки рисовали получат эти губники оболваться все остальное завтра ну просто понимаешь они все такие ёбрищные я не уверен что с ними можно вообще что то сделать на тиранболе или там мне придется сидеть и 50 человек выписывать а это просто блять финиш ну нам на самом деле не нужно 50 человек выписывать нужно 45 или 40 я не помню 40 да ну ничего господи знаешь как просто сделай я не знаю открой какую-нибудь страницу выдели их там 50 человек и все подряд ну это не такой плохой вариант можно с зенкой выбросить ну блять мне лень ну я просто хочу зайти на меграндом кстати надо зайти на меграндом и соснуть хуйца и увидеть там вместо хуйца 50 человек и все сказать славу Путину слава Украину слава Аллаху всем остальным его друзьям и то что не заставляет меня думать своей головой не ной не хочу уметь не ной я не смогу мне лень так еще разнулся а шо разнулся 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 а это слушай интернет на год то мы как разыгрывали а да вообще среди первой десятки а там посмотрим если кто-нибудь так особо выделился сразу ему а если не выделился будем измываться над подписчиками как мы всегда делаем я делаю там пацан с ником пошлый спрашивает что он может сделать за 150 балансов даже не знаю даже не знаю ну был сайт лепрой назывался так вот парниша у тебя флажок есть и и и Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Самое нормальное то, что зашло, в принципе. А, ну, кстати, да, угарная тема. То есть у него, в принципе, при любой скорости более-менее вменяемо смотрится. А где у него корды, ты его видишь? 3,7, 4,2. Так, ну сейчас уже 5,000, 5,000. А, вот, да, вот он, с хапом он уходит. Да, он стюрифт в тиме. Блядь, сука. О, Господи, слава Аллаху! И Иисусу, и Будде, и Путину, и Порошенко, и... Кто там у Беларах? Все, пацаны, заработало нахер, поеду всем будет. Так, один из них выпилился. 24-й покоится с миром. Да, его забанили. Так, вот есть наша последняя десятка, и они получили самые большие призы. Да, мы это... Счастье-то привалило. Так, у нас есть Вика Тян. Это, видимо, фейк. Ну или не фейк. Но... Стена нормальная. Так, первую десятку надо прочекать, чтобы все было согласно правилам. Так, репост есть, стена не засрана. Ну, засрана. Да, но после нас никого, и в целом. Ну, кстати, знаешь, что это? Я заметил в последнее время всеми этими там репостами бесплатной хуйней настолько засраны все ВКонтактики, что это уже просто какая-то... Ну да. Знаешь, как было раньше выражение? Рак, пожирающий Б. Ну, оно сейчас есть. Просто рак стал основной массой. А теперь, как бы, рак пожирает стену ВКонтактики. Халява. Халява пожирает стену ВКонтактики. Так. Пиздец. Третий слот, все нормально. Там не сильно я шумлю, там, а то я чайник кивычу. Не, нормально, давайте. Так, ну вот этот мне совсем не нравится. Нет, все, этот идет нахуй. Он выбывает в пизду, потому что оно все тут засрано. Ох, блядь, семга моя, семга. Еще какие-то конкуренты, блядь, и прочая параша. Так, вот этот гражданин... Пошел нахуй, конкуренты. Вот именно. Четвертое место идет по пизде. Этому Макаки скажи. Блядь, я не могу, я настремлю. А, да, да, точно. Чуть из пиздец. Так, ну тут вот, в принципе, фанатик Звездных войн. Ничего не мы против. Три посты не на халяву, а вот так. В основном. Не может быть. Ну вот одно на халяву есть. Нет, два на халяву. Блядь. Ну ладно, в целом пойдет. Это человеку в основном решать. Чувак, тебе повезло, блядь. Слушай, слушай, слушай. Помнишь парниша, который просил его фамилию задиктовать? Или не парнишу, или тянку. В смысле задиктовать? Ну, на стене был гражданин, который просил прочитать его фамилию или ее. Нет, а что там с фамилией-то? Вот. Это шестое место или пятое. Ну понятно, а что там с фамилией, что ее читать-то надо? Ну, я тебе предоставлю возможность зачитать ее попозже. Ты, блядь, скажи, как сейчас фамилия, просто я вспомнил или все? Нет, ты не вспомнишь, потому что я не сценирую прочитать. На, я скину тебе ВКонтакте. Ну ладно. Так, ну тут есть наш репост. Страница довольно пустая. Ну, хер, все нормально. Ну, нормально. Активность есть, если... Так, ну тут какой-то адский пиздец. Как я люблю хороший... Сейчас, подожди, подожди, подожди. Сейчас. Как я люблю, вот знаете, ребята, хороший черный крупнолистовой чай. Вот не покупайте всякое говно, типа там, принцесса Дури, или там, принцесса Кандидос, Хламидиос и прочее хуйня. Или там, майский чай от Липтона. Это все, понимаете ли, вот как чай фасуют, да? Самый лучший чаек, это вот, крупнолистовой. Вот. А все отходы от сортировки крупнолистового чая, которые падают на пол, их потом лопатой и веником сметают и по пакетикам расфасовывают. Вот когда пьете пакетированный чай, вы пьете примерно, вот как я описал, отходы от сметенной из пола. И тебе приятного аппетита. Да, спасибо мне, вот. Я вот заварил сейчас себе зеребатый крупнолистовой чай. У меня порезанная подкопченная семга. Я ее сейчас, блядь, заточу. Так, ладненько, я опубликую мегарандом в группе. Давай. Что мы сейчас будем дарить? Супер призы? Ты бы, кстати, это, ты можешь стенку-то на время прикрыть, зато ты опубликуешь, и она все сползет. Ну, дай хершню. Нет, ну, закрепка достаточно. Хлебушка. Обязательно к рыбке нужен хлебушек. Да. И вернемся теперь к нашим мониторам. Ну, так. Есть у меня, кстати, себе такие кроссовочки, это, рыбаки взял, заебатые. В «Адидасе» хуйня было, не было моего размера, а в рыбаке нашел. Нужный размер. Причем, блядь, что интересно, в рыбаке, размер, который я взял, он на два размера больше, чем моего стандартного размера. То ли на гавыбе, то ли на гавыбе, то ли на гавыбе. Ну, размеры у всех разные. Ну, понятно, но, блядь. Все равно странно. Так, ну, я, наверное, свой выброс сделал. В смысле, выбор сделал? У тебя нет выбора. Нет, есть выбор. Мы выбираем, кому отдаем интернет на год. Ты прикинь, да? На год интернет. Давай рандомно выберем, да и все. Не, зачем? Ну, ладно. Так, шестое, это кто? Слушай, они реально, смотрите, 90 человек сидит, до сих пор играет на этой карте. Эта карта ничем не отличается от любого ФФА-сервера. Здесь просто все в полосочку. И масса быстро теряется. Нахрена тот человек сидит, играет здесь сейчас? Я не понимаю. Ну, то есть, с тобой новый собак. И десятый. Так, первый, что десятый? Ну, десятый. Я буду чавкать сейчас. Да, клевать. Иди выбирай, кому отдаем. А где список ты мне? Покажи список. В Миграндом. Первая десятка, из них выбираем. В группе? Да. Так, и что мы там еще обещали? Не помню. Это должна быть ссылочка. Так, вот она. Ну, у нас есть еще... Первая десяточка, это вот прямо под цифрами, которые, да? Да, да, да. Я поэтому и юзал на Миграндом, потому что все под рукой удобно. Так, ну, есть еще конфа с админами и доступ к бетафичам. Я думаю, можно прям всем отдать, кому будет интересно. Просто создание закрытой группы чашки. Ну, ладно, хорошо. Продолжение следует...